Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Капли диаметром 1-2 миллиметра создают яркие фиолетовые, зелёные и красные дуги. А более мелкие капли диаметром до 1,1 миллиметра бледную расплывчатую рану. Продолжение следует... Проблема света неба и зари всегда занимала человечество. Почему с удалением от зенита окраска синего неба становится более блёклой? Откуда происходит красный цвет неба при закате Солнца? Ведь бесцветная тонкая оболочка атмосферы Земли располагается на фоне чёрного космоса. Главный урон в окраске атмосферы играет рассеяние света на флуктуациях плотности воздуха, которые образуются в результате хаотического движения молекул. Солнечный свет, который содержит все цвета спектра, рассеивается на флуктуациях. Их размеры достаточно малы по сравнению с длиной световых волн. В этих условиях, как показал Ролю, коэффициент рассеяния обратно пропорционален четвёртой степени длины волны. Поэтому рассеивается в основном коротковолновая часть спектра — фиолетовые, синие и зелёные лучи. Представим себе, что в демонстрационной трубке заключена вся многокилометровая толща земной атмосферы. Движение источника белого света вдоль трубки моделирует движение Солнца от зенита до горизонта. Когда Солнце садится, его лучи проходят сквозь всё более толстый, рассеивающий слой атмосферы. В зимний и морозный день можно наблюдать белёсый цвет неба у горизонта. Тогда как в зените мы видим отражение неба в зеркале, оно имеет ярко-синюю окраску. Солнечный свет рассеивается не только воздухом, но и частицами пыли и кристалликами льда. Смоделировать это явление можно с помощью простой химической реакции. Добавим в раствор гипосульфита слабый раствор соляной кислоты. В результате реакции начинают выпадать в осадок частицы серы, которые рассеивают белый свет. Размер частиц постепенно увеличивается. При этом зависимость коэффициента рассеяния от длины волны оказывается более слабой, чем в законе Релея. Обычный человек наблюдает закат в опирующемся углака, которые светятся то мрачными, зловещими тонами, то мягкими, тёплыми. Для того, чтобы изучить великолепную последовательность цветов, быстро меняющиеся оттенки, переходы от сенимы дня к глубине ночи, можно наблюдать закат в его простейшей форме на совершенно беззорночном чистом небе. Субтитры создавал DimaTorzok Полярные сияния с незапамятных времен привлекали внимание людей. Небесному огню приписывали таинственную силу, считали то плохим предзнаменованием, то счастливым знаком. Современные научные исследования показали, что полярные сияния — результат сложных процессов взаимодействия магнитосфер Солнца и Земли. Солнечный ветер, состоящий из протонов и электронов, при подходе к Земле взаимодействует с её магнитосферой. Электроны и протоны захватываются силовыми линиями магнитосферы и оттесняются к полярным областям. Происходит возбуждение атомов и молекул газов в верхних слоях атмосферы, что приводит к протонным и электронным сияниям. Обычно наблюдаемое яркое полярное сияние имеет электронную природу. Для того, чтобы это подтвердить, в 1975 году советские и французские учёные осуществили совместный космический эксперимент по искусственному возбуждению полярных сияний в Северном полушарии. Магнитная силовая линия, связывающая Архангельскую область с Южным полушарием, проходит через остров Кергилен в Индийском океане. Отсюда в космос с помощью ракеты были подняты электронная пушка и плазменный генератор. С высоты более 100 километров электронная пушка инжектирует быстрые электроны под малым углом к магнитной силовой линии, а плазменный генератор нейтрализует статический заряд ракеты. Менее чем за секунду преодолев 100 тысяч километров, электроны достигают района Архангельского. Путь их вторжения отмечают высокочувствительные радары. Тысячекратно усиленные приборами на экране возникает луч рукотворного полярного сияния. Перед нами уникальные фотографии полярных сияний. Наблюдая и изучая эти явления, мы приближаемся к познанию тех грандиозных процессов, которые протекают в магнитосфере Земли и охватывают расстояние в тысячи километров оквоземного пространства. Запечатлеть полярные сияния в динамике достаточно трудно. Цветомузыкальная модель помогает нам представить красоту и величие природных полярных сияний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok